Разведчики российской армии, пожалуйста, можете начинать. Забрали полностью у нас документы на военные билеты, удостоверение личности, сотовые телефоны различных моделей, различных марок, чтобы все это было укомплектовано в ящике. В 4 часа утра нас подняли, все по машинам. 21-я бригада под своим огнем прочищает дорогу, полностью уничтожая все на своем пути. Мы поняли, что мы заехали на территорию Украины. Весь шквал огня был направлен вперед. К нам подъезжали местные жители, и они нас просили уехать, чтобы мы уезжали домой. Никаких фашистов здесь нет, угнетение народа и тому подобное, чтобы мы, ребята, возвращались домой к себе, чтобы никто нигде не страдал. Нас передали в пункт полиции, встретили нас хорошо, накормили, все были к нам доброжелательны. После чего отвезли нас в госпиталь. Мы слышали постоянные обстрелы тяжелой артиллерии. Тяжелая артиллерия в Российской Федерации, также самолеты проводили свои бомбардировки. Бесконечный шквал огня был. Первый раз заходили в Крым. В 2014 году 15-я бригада заходила, три батальона. Не допускали какие-то силы Украины на Крым, когда вот этот переворот совершился. Они зашли назад в Луганск, в Краснодон. Бригада заходила также в Сирийско-Арабскую республику под видом военной полиции. Подавляли вот эти бунты, не бунты. Что хотите передать украинцам, вашим родным в России и вашему командованию? Здесь находятся мирные населения, не хотят войны. Когда я приеду домой, пойду против своей власти, против Путина, то, что он сделал с украинским народом. Я, Блажко Сергей Владимирович, хочу сказать, что мы признаем свою вину. Мы понимаем, что мы военные преступники, что мы пришли сюда с войной. Хочу сказать, чтобы наше руководство перестало посылать сюда людей. Я прошу прощения за себя, за свое отделение. У каждого дома, у каждого улицы, у каждого гражданина Украины, у стариков, у женщин, у детей. За то, что мы вторглись на эти земли. Своему руководству наших воинских частей. Я хотел бы сказать одно, что они поступили подло. Они поступили по отношению к нам предательски. Все подразделения, все российские армии, все здравомыслящие складывали оружие. Отказывались от введения всех боевых действий в полном составе, каким бы они ни были. Чтобы президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин прекратил дальнейшие боевые действия. Прекратил бомбежку. Прекратил посылать сюда военнослужащих своей армии для уничтожения мирного населения, детей, для нанесения авиабомбовых ударов. Поймите, пацаны, здесь нет ни фашистов, никаких злодеев. Мы воюем против мирной нации, которая жила прекрасно. Долго все вот это замалчивать и претать не придется, не получится точнее. Таких, как нас, вот пацанов, здесь очень много. Рано или поздно они вернутся домой, возьмется за оружие, дабы свергнуть такое правительство, которое своих пацанов обманным путем бросает, как пушечное мясо. Нас просто обманули и кинули. Пацанов кинули, как пушечное мясо, в неизвестность. Ни к чему эта война хорошему не приведет, она не нужна абсолютно. Это нечеловечно, это ужасно, бесчеловечно, это ничтожно. В этой ситуации мы фашисты получаемся, так как гибнут мирные люди, дети, старики. Что с вами будет после этого в России, после вашей такой пресс-конференции к мировым медиа, к Путину и к людям Украины? Мы не знаем. Была перестрелка недолговременная, как бы мы поняли, что мы с мирными людьми и поэтому сразу же пошли на переговоры и сдались. Я готов сейчас сквозь землю провалиться, чтобы меня вообще не было никогда после такого, что здесь творится. Все.